Товарищи рабочие города Нефтекамска и в частности завода НЕФАС. Мы несколько дней раздавали вот такие газеты. Это газета «Народная правда», выпуск «За рабочее дело». Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь есть расчет степени эксплуатации. И хочу обратить ваше внимание на вывод. На одну единицу времени рабочего на себя приходится 4,52 единицы времени работы на капиталиста. Применительно к 8-часовому рабочему дню мы получим, что 87 минут рабочий работает на себя и 6 часов 33 минуты на буржуя. Для 12-часового рабочего дня 2 часа 10 минут рабочий работает на себя, а все остальное время на буржуя. Расчет эксплуатации сделан по всему КАМАЗу, в который входит, соответственно, и ваш НЕФАС. Не нужно думать, что хозяин средств производства, капиталист, что-то придет и вам улучшит. Ничего подобного они не делают, и вы это знаете. То, что мы изложили здесь, это выжимка из проекта коллективного договора НЕФАЗа. Это не сказки и не мечты. И 100 лет назад такие же рабочие, как и вы, думали, что 8-часовой рабочий день – это какая-то сказка и мечта коммунистов. Совершенно не так. Строились заводы, появлялись новые технологии. Разве можно говорить о том, что 6-часовой рабочий день – это сказка сегодня? Это абсолютно закономерное развитие общества. Это закономерное следствие борьбы рабочего класса за свои интересы. В интересах рабочего класса – не работодателя, рабочего класса. 6-часовой рабочий день, сокращение рабочего дня – это одна из основ, которая изложена нами в этой выжимке из проекта коллективного договора. Обратитесь к нам, мы поможем вам составить проект коллективного договора и собирать людей под вот эти требования. Вот этими требованиями, изложенными в газете, не ограничивается то, за что вы можете бороться. Вы можете поставить себе даже лучшее условие, чем здесь. Нужно понимать, что все достижения рабочего класса завоеваны не миром с работодателем, а борьбой. Продолжение следует...